Новые правила для приезжих создают новое лицо трудового мигранта. С 1 января этого года в силу вступил обновленный порядок оформления иностранных граждан, которые хотят трудиться на территории Российской Федерации. В первую очередь, приехавшие из ближнего зарубежья должны сдать тестовый экзамен по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, оформить полис обязательного медицинского страхования и пройти медосвидетельствование, которое, к слову, теперь могут проводить только государственные учреждения. Практика частных клиник себя дискредитировала. Были выявлены факты прохождения медицинского страхования с выдачей документа. Там где-то порядка 600 граждан Китая, которые на момент прохождения медицинского страхования были у себя в Китае. Да, но это подделка документов, фальсификация со всеми вытекающими. И все же легальных мигрантов в Самарской области по сравнению с прошлым годом стало больше. Сумма авансового платежа на сегодня составила уже 120 миллионов рублей. Весомый вклад в областной бюджет. Иностранные граждане ежемесячно должны оплачивать 2,5 тысячи рублей в казну за свое пребывание в стране. При этом оформить патент стало проще. У нас существует возможность подачи документов как непосредственно. Иностранный гражданин подает документы так. И может работодатель представлять его интересы по доверенности. Поэтому для них организованы дополнительные окна приема и выдачи, что существенно для них, конечно, облегчает сам этот процесс. Потому что достаточно удобно сдать пакет документов на тех иностранных граждан, которых он представляет. Кроме того, открыты дополнительные окна дактилоскопической регистрации. У преступников и мошенников все меньше шансов приехать в Россию. Фотографирование и дактилоскопии позволяет сразу их обнаружить и отправить обратно на родину. Павел Баймаков, Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.